Продолжим работу над созданием и редактированием спрайтов. И в третьей части нашего пятого урока, надеюсь, она последняя, мы закрепим понятие растровой графики, научимся импортировать костюмы и создадим еще одну анимацию, которую я назвала «Реалистичный код». Когда ты ее посмотришь, ты поймешь, почему именно такое название. Давай сразу перейдем в Scratch и постепенно начнем разбираться с растровой графикой. Ну вот, мы в редакторе, и еще раз я вспомнила, в конце урока всегда забываю сохранять проект. Когда пишешь уроки, это не всегда удается запомнить, все удержать в голове. Но я надеюсь, ты успеваешь лучше и сохраняешь свой проект. Я сейчас скачаю проект на свой компьютер, код гуляет с мечом у нас. И мы с тобой создадим новый проект. И еще раз закрепим понятие растровой графики. Когда мы добавляем растровый спрайт, то мы видим, что он выглядит вот таким вот образом. Не у каждого растрового спрайта есть костюмы, но вот здесь у нас есть костюмы. И мы можем даже сделать скрипт, с помощью которого наша девушка будет танцевать. Ну и любой, в принципе, спрайт, у которого есть костюмы, мы можем таким образом простым анимировать. Вот наша девочка танцует. Танцует она слишком быстро, как всегда, поэтому нужно добавлять. Ждать команду. И вот она помедленнее это делает, уже красиво. Если мы сравним, вот давай увеличим для того, чтобы было нагляднее, наши два спрайта. Если вот наша девушка и вот кот, давай его тоже увеличим, то внешне, конечно, кот более хорошо прорисованным получается. Сколько бы мы его не увеличивали, он хуже не становится. С растровой графикой это не получается. Мы видим вот такие вот небольшие разводы. Опять же, это отличие связано с особенностью хранения графики на компьютере. И растровая графика это графика, которая состоит из точек. Что нам это дает? С одной стороны, вроде бы все плохо, но с другой стороны, мы можем подправить костюмы, сделать их поаккуратнее. Мы можем увеличить и очень аккуратненько подчищать ластиком вот эти вот неровности. Мы можем убрать вот эти сильно большое количество пикселей и почистить красиво, чтобы было. Но это необходимо делать, естественно, в тех проектах, которые ты хочешь где-то демонстрировать и где у тебя должны быть крупные объекты растровые. Сейчас давай мы рассмотрим с тобой пример. Я уберу этот спрайт, он нам не нужен. Да, собственно, и кота можно убрать. Мы сделаем спрайт на основе изображения, которое я нашла в интернете. Я просто нашла фотографию кота. Ты можешь выбрать любую другую фотографию. Можешь взять свою фотографию, самого себя. И добавить сюда. Как мы это можем сделать? Мы можем это сделать с помощью кнопки загрузить спрайт из файла. И здесь мы можем выбирать элементы. Ну, например, вот эта картинка, которую я сохранила. Я могу ее открыть. И вот наш код. Вот эта картинка. Теперь для того, чтобы с ней работать как со спрайтом, конечно, нам нужно убрать вот эту всю вокруг траву. Поэтому мы переходим в редактор костюмов. И берем инструмент ластик. Для начала делаем его побольше. И все лишнее стираем. У нас сразу появляется прозрачный фон. Сейчас компьютер у меня начинает медленно работать, потому что картинка достаточно большая. И просто не хватает памяти. Вот притормаживает. Ну, постепенно, мелкими шагами, мы вот можем сделать вот так. И видишь, появляется прозрачность уже вокруг нашего кота. Он становится похож на спрайт. Ну, и сейчас я, наверное, остановлю запись. Продолжу редактировать для того, чтобы потом тебе показать уже готовый результат. Ты можешь тоже остановить видео. Подобрать любую фотографию. И аналогичным образом ее обработать. Просто ластиком удалить вокруг лишний фон, чтобы у тебя появился свой уникальный спрайт. И до встречи в этом же уроке. Ну, вот такой симпатичный котенок у меня получился. Я думаю, у тебя тоже получился какой-нибудь красивый спрайт. И для того, чтобы его не потерять, все-таки работы выполнено много. Я обязательно сохранила проект на свой компьютер. И ввела здесь вместо непонятного имени имя спрайта котенок. И сейчас я тебе покажу, как можно сохранить отдельный спрайт. Мы нажмем правой кнопочкой мыши на этом спрайте и сделаем «Сохранить локальный файл». Это можно сделать с любым спрайтом, даже с тем, который ты возьмешь с сайта. Но на этом примере я показываю. Вот у нас здесь имя этого спрайта и через точку написано «Спрайт 2». Так и оставляем «Сохранить». Потом этот спрайт мы сможем открывать из файла. Сейчас мы это сделаем. У нас получится 2 спрайта котенка. Вот они. Ну, один мы делали, открывали картинку готовую, а второй мы открыли уже из файла, который сохранили обработанный. Но сейчас, чтобы было интереснее, мы можем вот так вот его повернуть, чтобы они друг на дружку смотрели. Ну, как будто бы рядышком сидят. Вот так можно работать еще со спрайтами. И сейчас мы перейдем к примеру под названием «Реалистичный кот», который тоже сделан с помощью растровой графики, но у него очень много костюмов. Давай посмотрим вот этот пример. Я тебе его дам тоже ссылочку на сайте. Здесь 2 кота. Вот один и вот второй. Сейчас я их запущу, и ты увидишь, чем они отличаются. Вот, ты видишь, как они ходят. И тот, который больше тебе нравится, можешь выбрать. Мне больше нравится вот этот. Он действительно похож на реалистичного кота, потому что его движения плавные и не такие дерганные, как здесь из двух кадров. Если мы сейчас посмотрим, как устроен этот спрайт, вот он здесь и называется, «Реалистичный кот», у него костюмов, смотри, сколько? 25, целых 25 костюмов. Откуда у меня взялись эти 25 костюмов? Эти 25 костюмов мне помог сделать профессиональный дизайнер. Он нарисовал их специальным образом и сделал так, чтобы изображения, кадры нашей покадровой анимации сменялись по чуть-чуть. Вот смотри, я сейчас щелкаю мышкой по кадрам, по костюмам, и смотри, как здесь плавненько изменяется форма конечностей кота. Его лапы потихонечку, потихонечку перемещаются, и за счет этого мы получаем очень плавную, реалистичную анимацию. Вот так понемножку, целых 25 кадров реализуют вот такую красоту. Если мы посмотрим на скрипт, то у реалистичного кота у нас нет команды ждать, он просто идет, и получается все плавно. У кота скрипт у нас нужно обязательно добавить, ждать, чтобы он не дергался очень быстро. Еще раз показываю. Вот так вот красиво. Ну, здесь у меня немножко подтормаживает уже устал компьютер. Это не должно происходить, но иногда технически происходит. Как сделать такую красивую анимацию? Есть несколько способов. Первый способ, естественно, это сесть и нарисовать каждый кадр, но это сложно. Второй способ, можно найти какого-то профессионального аниматора, который нарисует много кадров, и потом их использовать. И вы сможете использовать эти же костюмы. Я уже показала, можно сохранить кота в локальный файл реалистичного, создать новый проект. Вот сейчас я создам новый проект. И его загрузить. Где наш реалистичный код? Вот реалистичный код. Вот он появился, этого мы удалим. А этот он вместе, причем со скриптом, будет замечательно ходить. И можно ему добавлять другую функциональность, для того, чтобы он уже был элементом игры. Это когда у нас есть готовый. Когда у нас нет готового спрайта, мы его можем собрать. То есть собрать вот эти все костюмы. И я сейчас покажу, как это сделать, потому что у меня все эти костюмы есть в папочке, в которой есть все эти 25 кадров, 25 файлов. И я покажу, как его собирать. И ты сможешь тоже скопировать себе эти все картинки и тоже так собрать. Сейчас я покажу их в папке. Вот в папке на рабочем столе, мои мультфильмы. У меня есть еще папочка заготовленных костюмы. И здесь вот они все эти кадры, все картинки. Я могу их открыть в предпросмотре. И вот они. Если я буду их просматривать, видно, как будто бы он идет. Сейчас мы все эти картинки добавим в наш проект. И создадим на основе этих 25 кадров 25 костюмов нашего нового спрайта. Чтобы было совсем реалистично, я создаю новый абсолютно проект. Чтобы тебя не путать, удалим существующий спрайт. И создадим, нарисуем новый. Вот у нас у него пустой костюм. И сейчас мы должны сюда нажать на кнопку импорт. Импортировать первый костюм. Вот он в центре появился. Чтобы добавить второй костюм, мы можем поступить двумя способами. Мы можем нажать на кнопку нарисовать новый костюм. И импортировать. Смотрим внимательно. У меня пронумерованный файл. Второй костюм. Ну и другой способ, немножко более быстрый. Мы можем просто загрузить костюм из файла. Нажимаем на вот эту кнопочку. И выбираем третий костюм. Открываем. Опять четвертый. И по одному. До 25. У нас получится 25 кадров. 25 костюмов. С помощью которых у нас получится реалистичная анимация движения кота. Попробую сделать свой проект реалистичного кота. Добавить еще какую-то интерактивность. Или усложнить анимацию. И встретимся в следующем уроке. Продолжение следует.